Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешену. Номер 716. События дня. Иисус Новин. 1.8. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Слава Иисусу Христу! Сестра проверяет, как я здоров, нет. Леонид Яковчук сейчас утром уже пишет. США. Пришли книги на Украину к жене. Он послал туда. Требует 70 долларов. Жена не хочет платить. Как быть? Это вообще невозможно. Я отвечаю ему сразу же утром. Нигде во всем мире нет этой беды, как на Украине. Мы проехали всю Европу, Скандинавию прибавку с миссией и нигде не грабили нас так, как на Украине, на таможне. С нами была собака со всеми справками, прививками, щипом за грибки. Везде проехали беспрепятственно. А на Украине нас с собакой буквально изживали. Дай, дай, дай. Что-то не такого света бумага или еще что-то. А одному дал комплект из книг, такой же, как вот ему. А другой рядом сидит, и мне дай. Я такого не видал нигде. А в открытую это все. И опять же, это было еще до Майдана. За пересылку книг нигде столько не берут здесь, как за посылку на Украину. Вот у нас я отправляю в Америку, в Австралию. Там, ну, то есть, за границу, не говоря про Россию. Здесь больше берут. Четыре книги посылал, и сколько там, я не знаю, три с половиной или три семьсот тысяч такая. А чтобы при получении посылки, когда она придет в пункт назначения, платить хотя бы грош нигде во всем мире. Почта здесь берет только за пересылку, а не за получение. Это грабеж. Послание апостола Павла к Титу 1.12. Всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые. Если не дадите этим зверям просимое имя, то книги пропали, и сюда они не отдадут, не придут. Отдайте им. Соберите там по доллару и перешлите скорее, как можно, скорее, жене, чтобы она выкупила. Тут нет нашей с вами вины. Мы сделали все по-божески, по законам мира сего. То есть заплатили, какие законы. Исайя 56.11. И это псы, жадные душою, не знающие сытости. Это пастыри бессмысленные. Все смотрят на свою дорогу. Каждый до последнего на свою корысть. Каждого до последнего. Где хохол прошел, там даже евреи уже делать нечего. Это я еще в армии слышал. То есть подгребет, подметет. И что интересно. Вот я в армии-то, ну, служил там, 1961 год, тогда же разделения не было. Советский Союз был. Но отношение к украинцам было другое. Любого заложит. Хоть сегоинскую часть продаст, говорит. Но лычка, хоть ефрейтором, но домой что бы пошел. Это не говорили ни про... Ну, тогда узбеки, туркмены были, прибалты были там, ну, литовцы, эстонцы. Ни о ком это не говорили, только о них. Где хохол прошел, там даже евреи уже делать нечего. Михей 2.8 Народ же, который был прежде моим, восстал как враг. И вы отнимаете как верхнюю, так и нижнюю одежду у проходящих мирно отвращающихся войны. О! Это тогда было. С кем было? С избранным народом Божьим. Лука 6.29 Ударившему тебя по щеке, подставь и другую. И отнимающему тебя в верхнюю одежду, не препятствуй взять и рубашку. Вторая параллель по именам 6.30 Ты услышь с неба место обитания твоего, и прости, и воздай каждому по всем путям его, как ты знаешь сердце его, ибо ты один знаешь сердце сынов человеческих. Выкупите это сокровище. Князья его, посреди него рыкающие львы, судьи вечерние волки, не оставляющие до утра ни одной кости. Сафония 3.3 На Украине много церквей, монастырей, поют Богу славу. А сами что делают? Исайя 2.4.16 От края земли мы слышим песен «Слава праведному!» И сказал я «Беда мне, беда мне, увы мне! Злодеи злодействуют злодейски!» Злодеи злодействуют и злодействуют злодеи злодейски! Пять раз зло! Про кого это он так говорит? Где от края земли, то есть все в монастырях всегда там было так, слышим мы песень. У нас был священник здесь, ну они, фамилии там, пристаи вот такое-то, все с Украины. И он говорит, у нас деревня, ну я не знаю, какая большая деревня, 75 священников. Из одной деревни, а не по России все. Сейчас тут все захватили здесь. Тут с западной Украины прислали, вот он буквально с первого дня, как волк, вцепился в нас и все. К нам ездили священники, ну на праздники, с архиереем. А этот нет, кто будет ездить, плохо будет, и больше никого нету. Ну что, он Майдан устраивает здесь. Лютый волк, шерсть все время на загривке дыбом стоит. Я говорю в настоящем времени, выкупите, и как можно скорее, вы об этом потом никогда не будете жалеть. Это мы утром, сейчас, еще шести нет, я уже, ну я встаю раньше, с пол первого сегодня уже за этим, с пол первого ночи я уже здесь сижу. И Леонид отвечает, хорошо, вышлю деньги жене, враг делает свою работу. Спаси Христос. Вот как. Дорогой Леонид, я сделал, что мог, вы сделали, что могли, от нас это не зависит. Нигде в мире это не было, чтобы детей так учили, всех против, прыгали, хором школьники, москаляку на геляку. Я когда посмотрел, ужас какой. И сейчас вот с чего они добились этим? Это все из одного кошеля, какая бы ересь не возникла, какой бы Журавлев не сделал пакость, все там на Украине. Оттуда-то ползет на нас. В местилище всякой нечистой птицы. Это тоже что-то значит. Вот Жириновский об этом говорил подробно. Я думаю, неужели так он хорошо это знает. Языка-то, говорит, своего нету. Что-то от поляков, что-то от кого-то нахватили. Им надо беречь себя, бороться. И чтобы во время войны, когда начнется, вот как Мазепа, этого не было. Предательства никогда не было. Петр специальную медаль выбил. Продай, Юлия написал на ней, на медали. Этот Мазепа. А кто он по национальности? И чтобы одинаково против всех воевать, кто воевал, скажи войну. Кого сажали, немцы и русские? Ну-ка. Кого они сейчас проставляют? Степан Бандера. А кто он по нации? Почему? Об этом надо молиться, чтобы этого не было. Он одинаково и немцев бил, и этих бил, и самого били, и своих сколько погубили. Это мы не можем со счетов сбрасывать. Украина это не чужое все для нас-то. Я никогда не считал, что Украина это где-то отдельно. Ну, на окраине живет, поселена богом там. У нас только кого не возьми, у батюшки жена Антоненко. Рядом Виктор Савченко. Ну, у меня с собой рядом Володя. Как его фамилия-то у нас Володя? Пащенко. То есть пасынок, хотя чей-то, но все равно... О, всякое на О. Ну, вот и все. Молиться надо и о своей нации. Когда говорится, что князь Михаил восстал, Златоуст толкует у Даниила. Это бог каждому народу дал своего ангела, который за него отвечает. А здесь по неволе произошла какая-то подмена. Как будто вместо ангела... Кто, говорит, принимает вид ангела, вылез. Я говорю, потому что мы проехали и Турцию, и везде. Нигде этого не было. Нигде. Узнают, откуда мы приехали, собирают сразу деньги. Я на улице там проповедую, допустим, остановились мы в Литве или где. Стоят люди, слушают. Подходят, прямо сразу, никто не спрашивает, деньги стоят вам далеко ехать. В Швеции это было. Везде. До Украины обратно ехать мы содрогаемся. Сколько бы раз мы ее не проезжали, а мы ездили несколько раз нам проехать, а через нее надо было. Ну, это было 4 года назад теперь уже где-то. И каждый раз нас делают. На таможне не можем выехать. Ну, поэтому мы платили везде и молились. Даже на что, такие там видно, что денег у них нет, Греция. Километров сто проедешь, перегорожено, плати деньги. А машина наша выше маленькая, там на 20 сантиметров по норме. Это мы платим как за большой автобус. Они нас ободрали буквально там. Но это государственно, а это-то нет этого платить за доставку. 70 долларов за 4 книжки. Вот сами подумайте теперь, что я сказал. Особая молитва должна быть об Украине. Мы о Петре Порошенко молимся каждый день. Сегодня-то понятно, кто стрелял, кто заказывал. Это все пляшут под их дудку. Господи, прости меня, Грешинова. Лариса Долгова пишет. Игнатий Тихонович, добрый день. А где у вас Никита? Куда он подевался? Вы ничего сейчас про него не рассказываете? Чем он занимается? Чего она Никиту ищет? Я говорю, писать некогда, а устно можно. Заходите по скайпу и все расскажу подробно. Не может, не заходит, скрывается. И все, сразу отошла и как будто не было. Вот я вчера ролики видел. План уничтожения славянских варваров. Вот такое по-русски зародить, если в Ютубе зарядить. Дальше. Мировое правительство. План по уничтожению славян на территории России, Украины и Белоруссии. Вот по-русски. И посмотрите там все данные. Что против нас поднимается? Нам нужно быть дружными. Единый народ это. Я пишу, зашел в Ютуб и зарядил Солженица на архипелаг ГУЛАГ. И там мне понравилась одна серия. Включил, а там 76 файлов. И оказалось, что все мои, моя начитка. Ну и дальше я показал, где. Начал себя скачивать. Не будет ли это как-то помечена система Ютуба при моей заказчике на мой видеоканал в Осетии Библии открытым оком? Не будет ли претензий от кого-то? Ну я дальше тут переписывался. Человек 40 запросил, и все отвечают, что нет, это ваш материал. Это вы на них можете подать. Моя начитка. А там какой-то Михеев или кто он такой. Я благодарю, что он это выставил. Я бы сам-то и не додумался. Ну я оттуда скачал, а потом выставляю. Вот так же в виде файлов. Кто бы взялся сделать с нашего сайта Святую Библию? Показываю, где она. Вот она. И творение на Златоуса. Настолько мне это понравилось. Мною начитано. А с чего это началось? С архипелага ГУЛАГ. Мне один знакомый, очень хороший человек, подкинул материал, где предатели к предателям, там что-то против Солженицына. Я прочитал, вижу, одна брехня собачья. Ну, лают те, которые, говорят, рта не должны раскрывать-то. Я стал дальше смотреть про Солженицына-то. А там, которые я начитку сделал, распространённо, я так и не досмотрел, сколько всего. Восемь скачал пунктов этих разных, как сказать, страниц или что. Но сначала попробовать, чтобы в Библии было не по главам, а по продолжительности звучания, примерно по полчаса или по 44 минуты, файл один. То есть, по нескольку глав, а то она у меня тут разбита по главам. И везде показать в надписи, сколько главы какие. Скачать с нашего сайта и слепить бы о форме всё, как в этом архипелаге, с картинкой из Густаво Доре. Можно. И ещё, и ещё, кто бы стал на каждое собрание наше выставлять по минутам, о чём там речь. Вот как о событиях дня, вот, делает недоступ Андрей. Чтобы открылся человек и видно, о чём, на какой минуте разговор. И потом мне скидывать данные. Это вчера такая переписка была. Сергей Евтушенко. Здравствуй, Игнатий Тихонович. Получили ваши книги. Огромная благодарность вам от всей нашей семьи за ваш потрясающий труд. И отдельная благодарность за ваши подарки. Особенно за 26-й том «Открытым оком». О таком сокровище я и мечтать не мог. Надеялся лишь на то, что смогу его увидеть в электронной версии. Фото в приложении. Да, главное, я говорю, с книгами. Все книги там как-то расположить. Он по одной книге и фотографируется со всеми. А потом вместе. Вот я даже не знаю, я бы его и показал. Евгений Евтушенко. Тут надо глянуть. Помоги мне найти. На букву Е. А, Б, В, Г, Д, Е. Вот, Д, Евтушенко, Сергей. Сергей, говорю, Евгений, Сергей. Вот он вчера был, зашел. Сейчас открывается. Вот он, пожалуйста, видно, нет? Вот он держит книги. Давай чуть-чуть приподнимем мою эту конструкцию. Подержи с этой стороны. Так, держи. Я его сейчас увеличу, чтобы людям было видно его. Вот он. Давай, отпускаем. Посмотрите, что он получил. Новый Завет. Впервые за 2000 лет с откровением вместе в одном комплекте. 8 параметров, которых ни в одном не было издания. Лучше. И, думаю, лучше невозможно создать. Даже Гюставо Доретт, 230 иллюстрации. Это наша раскраска. Я готовился к этому несколько лет. И, наконец, программу нашли. Ну, вот открытым оком, 26-й том. И он попросил два экземпляра к истинному православию. И один, чтобы я ему надписал. Обязательно надписал. Ну, и местописание-то. А это для Слова Божия нет ус. Кверх ногами его положил. Не заметил. А то я ему в подарок. Не знаю, почему он меня так к себе расположил. Вот он, пожалуйста. И пять дней только шла. И ничего он не... Ну, получил и пошел. Ни копейки не платится. Нигде. Повторяю, нигде. Вот по таможне мы проезжали, где... Дольше всего стояли Азербайджан. Это ужасно. Чего они там хотят? Чего выжимают? Но денег нигде не требовали. Нигде. Деньги выжимали только на Украине. А мы прошли всю Европу. Во все государства. В Турции, везде. Вот беда какая. Надо молиться об этом. Вот они, книжечки. Как они выглядят. Вот я сейчас убираю это. Да. И теперь снова продолжаю. Бадычан Дмитрий пишет. Игнатий, можно вас спросить, как поступать, если родственники православные, но жизнь отличается от вашего села? То есть, любят отдохнуть, выпить на день рождения, потанцевать, анекдоты порассказывать. И вот если на такие мероприятия меня приглашают, хоть не часто, но раз в году, мне неловко сидеть в такой компании. Хоть я их люблю, потому что Христос заповедил всех любить, но я не знаю, как мне быть. Вежливо отказать, или обличить, или прийти и проповедовать им Слово Божие, как будто они слушать будут. Вот еще говорят, вызывают иногда, просят, меня прямо просили прийти и проповедовать у гроба. Самая непригодная обстановка. Люди не об этом думают. Они сейчас думают толпой, только как скорее зарыть человека, а дома уже все приготовлено, и погулять. Наелся, говорит, как дурак на поменках, пословица-то говорит. Проповедовать Слово Божие они не будут. Но они все верующие, ходят в церковь иногда, крещеные, но живут не так, как первые апостолы, чтобы в молитве, чтении Слова. Я всегда вспоминаю, как вы говорили, что главное оружие против них – любовь. И хочется отнестись с любовью к людям, но при этом не человека угодничать. Какие вопросы задают? Я отвечаю, я никогда за всю жизнь не сидел за столом с таким обществом, и никогда еще не пожалел о том, чего и вам желаю. Псалом 1 стих. И 2. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе он размышляет день и ночь. Вот это событие, какие я вчера целый день сидел, занимался архипелагом ГУЛАГ, там перекачкой, оттуда советовался, и уже два ролика выставил. А их 76. Теперь вот нашелся человек, потом в Содружестве где-то помянуть надо будет, и начал, я просил Библию, чтобы он начал выставлять, так же вот как архипелаг ГУЛАГ выставлено. Ну и оказалось, вот он наставлял уже, это за ночь он сделал бытие, но это готово, а моя насчитка-то. Библию, бытие уже закончил, теперь только выставлять надо. Он выставил, а я теперь буду брать отсюда и себе закачивать. Вот как он, теперь он принялся уже за исход. Ну вообще, даже могу назад маленько, а как назад-то? Ну-ка подожди. Так, минутку. Да нет, наверное, не сделать. Я закрою, а потом не открыть. Вот так. Ну, показать надо. О, мой мир, вот это вот, где я в шапке стою, тут переписка удобно, то я не бываю, мой мир, я в Фейсбуке, у меня все есть, и Твиттер, Фейсбук, и там Гугл, все есть, но лучше моего мира нету. Повторяю еще раз, нету. Здесь настолько умно составлено, но потом в раз они обрезали. Ну, представьте, у меня 10 тысяч друзей. Заряжаю 10 тысяч, это, 12 фотографий, и сразу всем разошлось. Четыре кнопки нажал, и 10 тысяч получили, и 5 тысяч знаков. Это вообще, для меня это было, ну, успел что сделать, а потом они это отняли, потому что стали рассылать нехорошее, там видно, ну и прочее. Вот, Никита Колесникова спрашивали, вот так, чтобы, когда я насчитываю, Никита в это время вышел, не было, только спросили про Никиту, он сам выскочил. Вот, случайно скажут, ничего не случайно, я ничего про Никиту не говорил, но он вышел, вот он где, ну, в Потеряевке, может быть, сегодня приедет, вот открывает, что Никита пишет, так, ну, он мне ответ вот тут дал, позвонит, я говорю, неизвестно, когда приедет машина, и как я узнал, я ответил, вчера еще, все снимать, Володя может поехать, глину не забыть, везде щурки собрать, если дров не хватит, ты сюда едешь, или нет, завтра, он отвечает, очень хорошо, если Володя приехал-то, мы с ним вместе и вернулись бы в Барнаул, все, четко и ясно, так, мне в Потеряевке говорят, Никита сильно изменился, разгружали у Алеши, у Стиного доски, а мне Валентина сразу позвонила, я сейчас в окно смотрю, да нашим деревенским, говорит, далеко до Никиты, все, бегом делает, а я и сразу, наша школа, наша школа, а то у меня отец, уехали, когда Потеряевка разрушилась, во Фрунзе, ну, уехал к сыну, я сяким жил там, а потом свой дом купили, ну, и сад хороший, и отец, ребятишки, а ребятишки Вали Устиновой нашей, ну, по яблоням лазят, сорвут, ребятишки ловкие какие, все в меня, а она, а они ему внуки, все в меня, а Валька, а Валька, что она лохудра, скажет, а то у него такое среднее, вот скажешь, прочитать, прочитает там, да и объяснить-то никак, не объяснит, о чем пишут-то, а отец сам толковал, как-то помню, Фидель Кастр приехал, а считать-то не может он, а вот это давно тут околачивается, а потом увидел, с Сережковой, Валентиной-то, вот то ли они его поженили, или уже здесь, он по-своему все, вот как он видел, и как толковал интересно, вот так и Никита приедет, я растолкую, почему оставался, он нужен был там, он как доски там грузил, Валя говорит, я гляжу, как он, я скорее начала блины, стряпать, чтобы отнести ему, как он закончит, и как это нравится людям, а приехал он вообще никакой, приехал тогда здесь, еще один товарищ был, Виталий, пошли рубить, я дал топор, все, он то ли его не видел, дерево стоит, он взял лопату, давай лопатой рубить, лопатой, я подошел так, ах, ну ты что делаешь-то, рублю, так рядом же топор лежит, он на него глядит, то ли в глаза не видал, а тут научили дрова колоть, это не простое дело, дрова колоть, вот у меня есть талант, говорит, какой, музыку написать, там еще что-то, а вот Володя Паченко, говорит, мне Бог дал талант, чурки колоть, и он все время, гляжу, ну кто-то там, то Славика там смотрит, то еще что-то, а Володя всегда смотрит, как кто чурки колет, и он сейчас придумал, чурки ставят, и в это, ну как покрышка от машины, у Володи свой талант, и талант этот не маленький, он просто необходимый, в Корщиной было, поехали там, а машина слабенькая, у Сергея Пупкова, и они остались, но больше дня были там, они сразу пошли на работу устраиваться, в Корщиной рядом, а до этого кололи дрова, ездили, кажется, год назад, у Семена Сиськова, и сосед говорит, я себе нанимал, они там неделю, наверное, сюда и выпить, а этот один все переколол, и вижу, говорю, только из-за забора, как колун мелькает, дальше у нас, у нас есть большой форум, во свете Библии, все называется, во свете Библии, 1600 тем, огромные темы, вот можно зарегистрироваться, считать можно без регистрации, он у нас не первый день, 2852 день, ну и вот наш канал, канал, видеоканал, события дня, вот сегодня поставил, я его не нашел, ну тут в администрацию позвонил, они говорят, там еще есть, а новые, которые я посылаю, чтобы закачали, а тут замки стоят, я только снимаю замки, у меня заказчика очень медленная, вот события дня, сколько они, сейчас посмотрим, я только что выставил ее, сейчас она обновление даст, было 5, вот уже 28, а которые я ночью закачал, вот, ян Златоуст, 37, вот видишь как, и вот, ибо Господь сотворит, на земле нечто новое, жена спасет мужа, Иеремия 31, 32, а Павел говорит, не спасет ли, то есть неопределенно, тут прямо определенно, то есть уже предсказано было, уже 205, ну тут занятия тут поменьше, сейчас посмотрю, архипелаг, гулаг я тут начал выставлять, тут кошки, тут все, все есть, архипелаг гулаг, 104 и 115, два номера выставил, Библия, аудио, это моя начитка, вот уже, вот, 46, вот как интересно, и взялся, у меня сейчас это все делает, Новиков, кажется, Сергей Александрович, я бы мог сейчас показать, где он есть, в бытие, в бытие, 6 просмотров, он выставил здесь, и вот пока мы сейчас тут были, в это время, кто-то зашел, если я открою, ругательство, ну я не виноват, просто не скрываю, открываю, что там кто говорит-то, Включите ум, Галина Игнатий Тихонович, верно вам говорит, Александр отказался от православия, это какой, сейчас посмотрим, архипелаг гулаг, события дня, это он пишет, Игнатий Тихонович, верно вам говорит, Александр отказался от православия, теперь и роет, где может, пустоту надо чем-то заполнять, ну, это, истина так, мне очень, очень жалко Александра, хороший человек, такой жертвенный, и вдруг лежон к Симону, эту Харольскому, там у него есть, то ли он к нему примкнул, то ли помогает, то ли еще, а там ничего нету, по горам ходит, поет, нигде в мире этого не было, никогда, ни у кого вы не увидите, ни у баптистов, ни у сегтантов, чтобы одну песню растягивать на целый ролик, и никого нету, только себя, по дороге идет, сзади снимает, башмаки одни фотографирует, ну, где-то у океана, там, рояль стоит, интересно, но дело в том, что человек этот работать уже не будет, все, порча стопроцентная, он, вот я тут жгу, жуков, вот тут новая, там, вот стою, работаю на этом с ребятами, предупреждение, гоните ли мы к левитникам, здесь нет, нигде, ни проповеди, ничего нету, все время нужно составлять, все время, как поет, и сразу поворачивается, дайте денег, для нового проекта, проектом называется, то есть, я живу для прославления Бога, это обман все, обман, у баптистов вот этого никогда нету, чтобы кто-то ходил по горам, где-то лазил, его снимали, дорогой аппаратурой, они поют, поют хорошо, я не баптист, ну, просто реально надо посмотреть, Симона Хорольского, мы сейчас, я за него молюсь, все время поминаю, ну, кто стоит, не знает, но присоединяются к молитве, это заблуждение, тем более, новая ересь, а как, следование за Христом, вот так, все, вы что делаете тут у меня, ну, теперь что, показать во свете Библии, к истинному православию, тут книги есть, ссылаю, все здесь есть, вот о посте, кто хочет узнать, вот книги к истинному православию, вот сейчас откроется оглавление, о посте, 120 страница, пожалуйста, то есть, все здесь вопросы, ответы, 4124 ответа, 4 тысячи, ты на 3 вопроса ответь, да, при том, перед народом, это я все отвечаю экспромтом, за кафедры, это Господь благословил, и люди, которые знают, и говорят, необыкновенное благословение у вас, ну, на благовестии, везде люди обращаются, и при том, мы делаем абсолютно необычное, к себе никого не зовем, у нас запрещено, а всех людей посылаем в храмы Московской Патриархии, а они нас убивают буквально, то есть, совершенно, шагу нету, чтобы мы без Божьей помощи могли что-то сделать, к себе нельзя звать, до этого нигде нету, нигде и никогда, и чтобы вопросы отвечать по четырем параметрам, это что говорит Библия в 77 книг, с не каноническими книгами, что на этот вопрос отвечают святые отцы, а это 300 тавов, патрология мини, и что об этом говорят соборы, это 719 правил, их надо знать, и что говорят жития святых, 1173 биографии, и в каждом вопросе заложено это, если в этом есть необходимость, притом в кавычки взято, я отвечаю, а дома тогда эти записки еще раз проверил, и они записаны были, там один приходил, все записал, это Бог благословит, а почему я отвечаю, платим десятину, все, и кто оглашенная, десятину, не мне, мне ни рубля, никто не заплатил за всю жизнь, а это минимум, я 55 лет проповедую, 55 лет, а тут по горам прошел, и шапку в руки, подайте новый проект, 55, вот ездили, допустим, только в одно путешествие, до Лиссабона дошли, на горючее ушло, 440 тысяч, полмиллиона ухлопали, вот как, поэтому мы везде и всюду говорим, хочешь быть благословенным, первое благословение, самое раннее, никогда нигде не проклинай народ Божий, и иудеев, евреев, жидов, как угодно скажи, как интересно, у них журналы Лихаимы, там заголовок, жиды, жиды, везде жиды, там их журнале, у нас еврейка одна была, на меня разгневалась, что-то она, а потом говорит, вы любого жида за пояс заткнете, и поэтому, Божий народ, евреев, надо только благословлять, они ограбили, они революции кровавые, царя расстреляли, я ничего нигде не отрицаю, не отрицаю, но я благословляю, чтобы они не были такими, и я говорю, вот ко мне заехал еврей, еврей, не полукровка, на ум израилевич, родители у него в Израиле, он у баптистов уже там обратился, они завезли показать, ну, вот как у них работает, и вот сколько, и он у меня тут часа три, может, был или не был, и теперь православный священник, я говорю, пусть через каждый священник, один еврей обратится, будет священником, все, вопрос снят, бороться надо, ну, как бороться, любовью, и вот теперь вопросы здесь, я один вопрос сейчас возьму, как отвечен будет, это вопрос по государству, ну, вот сейчас я открываю, смотрите здесь, вопрос 2771, 13-й том, открытым оком, это я за кафедрой в университете, мне задают вопрос, вы много раз говорили о грабительской политике в государстве, что средства перегоняют за границу новые олигархи, а сами, если бы представился на случай, хотели бы быть богатым, вот какой вопрос хороший, а я когда проповедовал здесь, то есть занятия вел, 18 лет только в одном университете, а там дверь-то открыта для всех, и городская, и краевая администрация, приходят люди из ФСБ, и кого только не было, и стектанты разные, я отвечаю, не отказался бы, но это было бы ненадолго, новые деньги приобретать не сумел бы, а старые, даже самые большие, начал бы стремительно уплывать, начали бы, конечно, на храмы бы и копейки не дал, а купил бы в деревню комбайны, трактора настоящие, и бульдозер, кран, и иное разное сельхозоборудование для уборки и сеноуборки, то есть, в первую очередь, Игорю Барабашу, старости, хороший новый комбайн, а какой хороший, славится белорусский полесье, белорусский, дорогу проложили бы до трассы, водонапорную башню слепили бы, и в дома воду провели, школу просторную простроили бы, сады заложили потомкам, виноград развели, тут без Алексея Сискова, главного агронома Корчера, моего крестника, не обошлось бы, положил бы себе и жене пенсию, хотя бы тысячи три в месяц, но это я отвечал еще раньше, а то по тысяче всего, дюжа скудно, коров породистых завел бы, пчел накупили бы, пруды заложили бы, этого не было, все это сделано уже, и рыбы настоящие развели, тут деньги и кончились бы, вот видите, и как я отвечал, это, ну сколько я не знаю, лет 15, а за это мы 6 прудов поправили, дорогу выправили, вот и все, я желал, хотел, а благословение, никто мне не сделал богатым, притча 23, 4, 5, не заботься о том, чтобы нажить богатство, оставь такие мысли твои, устремишь глаза твои на него, и его уже нет, потому что оно сделает себе крылья, и как орел улетит к небу, но я думаю, чтобы на небо улетело, надо содействовать, подать нищему, а златоуз говорит, ты ему подал, а он отправил на небо, 1 Тимофея 6, 6, 11, великое приобретение, быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него, имея пропитание и одежду, будем довольны тем, а желающий обогащаться, впадает в искушение, и в сеть, и во многие безрассудные, вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу, ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям, ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, в благочестии, в вере, в любви, в терпении, в кротости, только что говорили про Украину, вот это и им, корень всех зол у них там, сребролюбие, нигде в мире такого нет, стихотворение, с чего уж прятаться за спины слабаков, виновный, выйди, отделись от строя, не вышибают здесь признание кулаком, и матом за проступок не покроют, виновный, принеси же покаяние, разбору строим, тайников, завалов, пути греха раскроем, не по пьянке, рассудим по-евангельски, никак попало, в чем трудность, жмурясь, выдвинуться к свету, дабы невинные за нас не пострадали, простите, виноват, сожмите зубы крепко, путь ко греху распотрошим детально, сначала мысль, прилог и ослуждение, пять чувств по-малому, в безумие влюбились, виной женщины, за все шальные деньги, уприхоти мы, нежные лоббисты, путь ко греху изрыт, в ухабах страха, сжималась совесть, до дрожания членов, с подачи дьявола, перемахнули махом, закон о граду и нет иной дилеммы, но к покаянию всегда зеленый свет, спокойствие и легкость, дар свободы, мерзавец тот, кто даст иной совет, амбициям, стыду и тьме в угоду, не заверни нас сходбище смутьянов, не пожелай зубцы ломать у стен, не будь дурней болотного гальяна, когда опомнишься, не соберешь костей, ребенок трусит искренно сознать себя, а за него невинного потащат на расправу, такой уже попался черту с Настей, в любом конфликте себя считает правым, мы не родились, а поступки наши уже известны были Егове, но их сотрем, когда открыто скажем, мы согрешили, но прости нас снова, 26 июля 2005 года, это мое стихотворение, вот, но на сегодня, я думаю, хватит события дня, Богу слава!